Сейчас вас подключу. Да, из-за ботагарши. Так я могу начинать, да? Сейчас, сейчас я подключу вас. Пока вас не видно. Так, подключи. Ага, вот все, да, подключили. Давайте начинать. Я представлять, наверное, не буду каждого. Это Институт Высшей Нервной Деятельности. Спасибо большое. Вы сами представляете? Да, сама представлюсь. Да, я работаю в Институте Высшей Нервной Деятельности и нейрофизиологии РАН. Уже принимала и раньше участие в этой конференции, вот МИФИ, МФТИ. И вот сейчас я делаю доклад, который посвящен проблемам включения произвольного внимания в обработку и осознание сенсорной информации. Так, сейчас. Значит, известно к настоящему времени, что внимание обязательно включено в обработку сенсорной информации и ее осознание. Если обычно их рассматривать как отдельные процессы, на самом деле это одни и те же процессы. Известен эффект, который называется слепотой невнимания, когда явно видимые сенсорные стимулы не осознаются, хотя они воспринимаются. Слепотание внимания проявляется также в невозможности диктектировать второй из двух последовательно предъявленных стимулов, если второй отставлен от первого на расстоянии примерно 200-400 миллисекунд. В настоящее время вообще считается, что вот это исследование слепотой невнимания может являться одним из подходов к пониманию механизмов осознанного восприятия. В большинстве работ направлено внимание на стимул, запоминание информации о сознании рассматриваются как отдельные процессы. При этом подразумевается, что формирование нейронных отображений, свой стимула и их объединение происходит в первичных и высших сенсорных областях, а в осознании участвуют в высшие фронтальные и источные области коры. Действительно, вот это показано, что у человека усиливается активность злобно-теменных областях коры, когда выполняются задачи на внимание, сознательное восприятие, рабочую память. Но, тем не менее, существуют и другие данные, которые показаны, что в эти процессы включены такие структуры подкорковые, как базальные ганглии, гиппокамп, таламические дро, лицепропно связанные с гиппокампом, а также мажичок. Представленное сообщение посвящено анализу особенностей взаимозависимых функционирования корковых и вышеуказанных подкорковых структур, которые образуют топографически организованную нейронную сеть, в которой осуществляется обработка разномодальной информации, включение внимания в эту обработку, что способствует ее осознанному восприятию. Но поскольку это сообщение 15-минутное, более подробное функционирование такой сети представлено в моей работе, которая вышла в ЖВНД в первом номере этого года. На данном рисунке и на всех последующих области коры и разные подкорковые ядра, обозначенные белыми прямоугольниками, мозальные ганглии голубыми, гиппокамп желтым, таламус зеленым, мажичок и входные ядра мажичка обозначены розовым цветом, дофаминергические структуры красным. Хочу обратить ваше внимание, что вот эти цепи, моторная цепь, сенсорная цепь, лимбические цепи, в которые входят перифронтальные коры гиппокамп, они сходным образом организованы, что позволяет предположить, что они функционируют сходным образом. Но топографически организованы не только вот те цепки, но даже вот каждая сенсорная цепь. Например, вот эта зрительная цепь. Здесь представлены различные зрительные области коры, вот первичные, вторичные, которые обрабатывают цвет, движения. И все они тоже связаны с разными подкорковыми ядрами, которые образуют замкнутые цепи. Более того, даже вот, например, первичная слуховая кора, в которой обрабатываются тонны разной частоты, показано, что вот, например, вот эти рецептивные поля, вот под область А1, которые отвечают на определенный том, они связаны с такой же асталамическими нейронами, которые отвечают тоже на этот же том. И также на другой том и на третий. И эти все цепи показаны тоже, что они топографически организованы замкнутым образом. Ну вот, как мы видим, что это вообще какой-то ключевой, такой вот ключевая цепь. И я полагаю, что вот ее функционирование, оно является ключевым в обработке информации вообще. Как организованы вот эти вот базальные ганглии? Вот они обозначены голубым цветом. Значит, вот эта цепь кора базальной ганглии Таламус-кора. Значит, вот в стриатоме, в входной структуре базальных ганглиях, имеется два типа нейронов. Стрионегральные, на которых расположены дофаминовые диагидные рецепторы, они образуют прямой путь через базальные ганглии. Вот здесь два тормозных переключения. Должна отметить, что все нейроны проекционные в базальных ганглиях, они ганкорргические, то есть тормозные. Существует и непрямой путь через базальные ганглии, который является ингибирующим. Он образован тремя тормозными переключениями. Вот один, два, три. Значит, они фактически ингибируют Таламус и фактически влияют на прохождение сигнала из Таламуса в коробку. Значит, когда поступает какой-то… Да, значит, надо сказать, что вот эти модификации, вот этих Таламок-вартикальных входов, она исследовалась примерно в течение 10 лет. И казалось, что вот какие-то результаты самые разные. Ну, когда был проведен анализ вот этих вот результатов 10-летних, было отмечено, что правила модификации для сильных и слабых входов, они противоположны по знаку. Ну, я сейчас не буду остановиться на этих механизмах, они тоже подробно опубликованы еще в 2000 году. Но суть там такова, что если вход… Вот, например, какой-то сенсорный сигнал, он сильно возбуждает какие-то определенные нейроны в коре, которые… рецептивные поля, которых настроены на эту систему. Естественно, что остальные нейроны возбуждаются слабо. Так вот, если нейрон какой-то, который возбудился сильно, когда он активирует один рецептор на стереонегральных нейронах, он способствует индукции длительной потенциации. В результате потенцируется активность этого тормозного нейрона, он сильно тормозит выходной тормозный нейрон, и тот, естественно, слабо тормозит нейрон Таламуса. Одновременно на стереополидарных нейронах, где активируется… Отключение неустойчиво написано… Активируется Д2-рецептор, и здесь индуцируется длительная депрессия. В результате ослабляется ингибирование другого тормозного нейрона, который в непрямом пути. Он сильнее ингибирует тормозный нейрон выходной, а тот слабо ингибирует Таламус. В результате получается, что синергично через прямой и непрямой путь в базальных гандлях происходит растормаживание нейрона Таламуса, который первоначально был сильно возбужден сенсорным стимулом. Естественно, что он еще сильнее активирует нейрон коры. Но я не буду сейчас говорить про слабые сигналы, потому что там знаки противоположные. В результате получается так, что сильно тормозится нейрон Таламуса, слабее проходит сигнал в кору, и вот эти нейроны, которые первоначально были слабо возбуждены, они еще сильнее ингибируются. Таким образом, при выделении дофамина в стриатуме, а дофамин выделяется при появлении стимула, при появлении подкрепления, в результате получается, что в коре образуется контрастное нейронное отображение сенсорных стимулов определенной модальности. Каким образом туда включается внимание? Внимание включается следующим образом. Тоже я хотела еще рассказать, что вообще как-то в большинстве работ внимание рассматривается как некий отдельный процесс. На самом деле это не отдельный процесс, а это просто часть сенсорной обработки. Внимание бывает непроизвольное, которое запускается сенсорным стимулом, которое возбуждает Таламус, тот возбуждает перефронтальную кору, она возбуждает дофаминаргические нейроны, одновременно возбуждается тоже через двухполнение вот эти дофаминаргические нейроны. И вот этот процесс и происходит, то есть усиление контрастного изображения стимулов КАИ. Префронтальная кора, вот произвольное внимание, оно запускается активностью префронтальной коры. То есть префронтальная кора должна, то есть внимание должно быть направлено на какое-то свойство стимула или на определенный стимул. Но для того, чтобы вот это каким-то образом запустить, естественно, нужно обратиться к памяти гиппокампу. Это обращение происходит через таламическое ядро венюс, которое связано с другой структурой. Если префронтальная кора возбуждается, она, вот это возбуждение снизу вверх, с сенсорным стимулом, но кора сверху вниз возбуждает те же самые нейроны с таким же самым свойством. В результате активность этих нейронов увеличивается еще больше. Естественно, вот этот процесс усиливается, потому что еще темнее получается, что возбуждаются вот эти нейроны коры, на которые должно быть направлено внимание. Значит, мы уже поняли, каким образом внимание может усилить обработку информации. Но принято считать, что для того, чтобы происходило осознание информации, нужно, чтобы возбуждение вернулось в кору. Но эти идеи уже существуют довольно давно. Но надо сказать, что они довольно широко используются при моделировании. Но в частности, вот у нас в стране этим занимается Владимир Яковлевич Сергин, который полагает, значит, что происходит процесс аутоотрадицепления, и тогда вот эта система осознанно воспринимается. Но, тем не менее, в большинстве работ считается, что вот это время возвращения сигнала в кору, оно зависит от таламокритикального круга и от корково-корковых связей. Но как было из вышеизложенного видно, на самом деле активность таламуса контролируется многими подкорками и структурами, в частности, торможением со стороны базальной ганглии, возбуждение со стороны мозжечка, и возбуждение идет от таламического ядра, которое включено в гиперпрямой путь через кору. Таким образом, вот надо понимать, что в осознанном восприятии и времени возвращения сигнала в кору участвуют многие структуры. Естественно, как я уже говорила, что для того, чтобы вот это происходило быстрее, эта обработка должен выделиться дофамин в стриатре. От этого времени возбуждения в кору, то есть времени циркуляции сигналов, должен зависеть интервал между стимулами, при котором второй стимул может осознаваться. Если он поступит раньше, естественно, что он осознаваться не будет. И таким образом проявится слепота невнимания. Ну, таким образом можно сопоставить вообще… Вот этот эффект слепотания внимания, он довольно широко исследуется, и какие у него там эффекты довольно хорошо описаны. Значит, с программой механизма следует, что время этой циркуляции должно возрасти, то есть замедлится вот эта циркуляция, если концентрация дофамина будет мала. И тогда усилится ингибирование со стороны базальных ганглиев, ослабится, усилится ингибирование стопталамического ядра, ослабится возбуждение талмуса, и время этого удлиниться. Кроме того, если, скажем, повредить мозжечок или повредить субталамическое ядро, то вообще тоже этот процесс будет происходить достаточно плохо, что, в общем-то, тоже известно. Действительно показано, что у пациентов с болезнью Паркинсона, которая характеризуется дефицитом с дофаминов спиратами, нарушаются различные виды обучения, требующие внимания, а также ухудшается распознавание второго стимула, то есть слепотание внимания усилится. И вот если используя дофаминергические препараты, то тогда можно вот этот эффект слепотания внимания уменьшить. Кроме того, например, известно, что частота спонтанных морганий, которые коррелируют с уровнем дофамина, позволяет предсказать выраженность слепотания внимания. Например, у пациентов с поражением мозжечка сильнее выражено тоже слепотание внимания. То, что субталамическое ядро играет роль в этих процессах, тоже показано экспериментально. Причем именно так, как вот утверждается в модели. То есть это связано с деятельностью базальной ганглии и префронтальной карлии. Ну и в заключении. Значит, согласно предлагаемому механизму обработки разномодальной сенсорной информации и включение в нее произвольное внимание, которое необходимо для созданного восприятия, реализуется в одних и тех же нейронных сетях. И предсказания эти подтверждены экспериментами. В реальных нейронных сетях формирование контрастных нейронных отображений сенсорных стимулов происходит благодаря разнонаправленным правилам модификации для сильных и слабых входов из коры в стереотом. Следует подчеркнуть, что это формирование осуществляется без учителя. Но еще к этому поводу я хочу сказать следующее, что, по-видимому, этот механизм функционирует так хорошо, что самые древние, вот из существующих позвоночник, миноги, которым, примерно, 400-500 миллионов лет, у них точно так же работает базальный ганглии, как и у высших микопитающих. И хотя у них нет, конечно, коры, но таламус есть, и вот эта сеть, про которую я говорила, она, в принципе, может работать и без коры, и тогда вот эти отображения стимулов, они будут просто формироваться в таламусе. Ну и в конце еще хочу сказать, что аномальное функционирование нейронных сетей, которые включают все вот указанные структуры, показано, что если они как-то аномально функционируют, то тогда имеют место когнитивные нарушения. Но, по-видимому, понимание особенностей функционирования такой структуры, оно может быть полезным для поиска, ослабления таких когнитивных нарушений при разных заболеваниях. Благодарю за внимание. Спасибо, Изяна Загаршина. Так, вопросы есть? Пожалуйста, да. Микрофон, микрофон. А сейчас слышно, да? Да, да, да. Вот такой вопрос. Значит, вот по схеме, которая сейчас представлена, получается, что базальные данглии и стриатум, они фактически имеют, на них идет проекция из коры, а дальше они имеют проекцию в таламус, через который идет вся сенсорная информация, и таким образом они усиливают либо ослабляют передачу сенсорных сигналов. Я правильно понимаю? Через таламус, да, правильно. Таламус, вот это основная идея. Да. А вот помимо этого, у нас же, в принципе, проекция вот этих ганглиев, и не только в таламус, там и в центры, там, передних, вот АЦЦ-зона, там, антериальный цингулярный кортекс, туда у нас имеются проекции. А там у нас своего рода оценка стимула происходит. Вот как это укладывается? Сейчас, минуточку. Дело в том, что я просто показала определенные области коры. Это можно сюда взять и цингулярную кору, вообще любую область коры. Фактически любую, потому что все они имеют проекции в базальной ганглии. Все. И каждый имеет, вот, например, миоприфонтальная кора, там другое таламическое ядро, медиадорзальное ядро. То есть, фактически каждая область коры имеет свое проекционное таламическое ядро, которое обязательно, кстати, там еще и ретикулярное ядро, это самое таламусы, тоже тормозное действует. Так что, безусловно, вот любую область коры можно. Я, конечно, здесь не указала с целью упрощения, то там, конечно, есть еще, скажем, педулкалапантийное ядро, которое играет тоже очень важную роль в процессе обработки, потому что оно тоже влияет на выделение дофамина, на субталамическое ядро и тоже имеет проекции в мозжечок, и в входные ядра мозжечка, и в гиппокамп. Так что, фактически, там еще много подкорковых ядер, просто доклад короткий. Но некоторые эти вещи просто, мы уже опубликованы. В частности, кстати, что касается мозжечка, что казалось бы, ну где мозжечок, и где осознание. Но, тем не менее, вот он влияет через разные структуры на активность, например, гиппокампа, таламуса, коры тоже. И фактически, да, вот так все связаны. И эти связи можно проследить, потому что каждая из этих структур, она исследуется в тысячах работ. И фактически все вот эти вот цепи, которые нарисованы, они все базируются на известных экспериментальных данных. Или морфологических, или электрофизиологических. Так, еще вопросы есть? Нет. Вообще, я вот когда, времени у нас вообще-то нет уже, мы выбрали фактически. Но у меня вот маленький такой вопрос. Вот когда я вижу такие схемы логических взаимоотношений, ну логические, фактически логика взаимодействия разных отделов, у меня всегда возникает вопрос о временах этих взаимодействий, потому что вот если на одном из элементов сходится несколько сигналов от нескольких других, то там со временами все это очень важно, в общем-то. Сейчас скажу про времена. Сейчас скажу про времена. Значит, дело в том, что это время, во-первых, время циркуляции, просто простой циркуляции, оно получено экспериментально даже в наших работах, потому что вот когда подают какой-нибудь сенсорный стимул, например, челчок, или там звуковую вспышку, то всегда в распределении латентных периодов ответов наблюдаются две моды. И вот расстояние всегда, это и для звуковых стимул, пример одинаково, и для МКТ, и для звуковых стимул, и для зритных стимулов, это примерно 25 миллисекунд расстояние между модами. То есть один цикл циркуляции примерно 25 миллисекунд. Но этот цикл вот только, скажем, в первичных областях, но еще нужно, чтобы произошла передача другие области коры. И поэтому вот получается так, что для того, чтобы все же произошел нормально этот цикл, нужно примерно 4 обращения, то есть порядка 200 минимум миллисекунд, чтобы, собственно, и показано экспериментально. То есть эти времена неизвестны. Спасибо большое. В общем, понятно. Если нет больше вопросов, давайте переходим к следующему докладу. Вообще, коллеги, как-то постарайтесь на вопросы время оставлять немножко. Хорошо, а сколько у меня вообще? Ну, 15. 15? У всех, да. Вместе с вопросами. Хорошо, я понял, понял. Запустите мое. Вот это вот. А чем я буду? Можно я здесь, окно, кто-то мне удобнее. Так, ну ладно. Значит, я представляю Курчатовский институт.